Уже по ходу этой встречи. Но очень много травмированных у Рая и основные игроки, футболисты, которые несут определенную функцию в этой команде, сегодня отсутствуют. В частности, один из лучших бомбардиров команды полузащитника Красаветный. Его считают 9 забитых мячей, но вот травма не позволила ему сегодня оказаться в заянии. Он выиграл. Он за 4-4-0 дошел. Неймар в центр. Месси. Опасно может быть. Удар в ближний угол. Хуан Карлос свою команду выручает. Еще один угловой для Барса. Классно все было здесь сделано, как Месси выловил мяч и нашел возможность для удара. Здорово. Ну, здесь, конечно, Хуан Карлос просто обязан контролировать ситуацию. Угол был довольно острый. Здесь Серджи Роберто. Еще одна подача. Хуан Карлос. Хуан Карлос, привет. Привет. 1-0 Барселона. Ну, что ж. Хуан Карлос, так звали короля Испании, которые сошли в Мелоны, конечно, был вратарский. Ратитич просто оказался там, где надо было. Горячий мяч оказался для Хуана Карлоса. А Ратитич и забил свой пятый мяч чемпиона. Ну, вот так вот, играя очень даже неплохо, играя смело, нанося удары поворотам соперника, к середине первого тайма Рая Валиякана получил в свои. Наверное, один из самых легких голов Барселоны в этом сезоне. Ну, что? Нет, четвертый гол. Символичный номер на спине. Иван Осяд, четвертый гол. Давай отметим, что все-таки пятую часть этих голов Рая пропустил в одной отдельно взятой игре, когда проиграл Реалу 0-10. 2-10. Ну, здесь, кстати, 2-10 тоже вполне может быть. Месси забивает свой 17-й гол, дуплетом выстреливает Барселона. Вот что плохого есть в игре Рая, команда может развалиться. В определенный момент она не умеет держать удар, вроде бы бодро, лихо, герзко, нагло начинает, а потом оп, и все, получив один удар, тут же пропускает еще один. Здорово, здесь Месси получил передачу в центре, разогнал атаку, пас на Неймара на тоненького момента, скорее всего, офсайда не было. Неймар обратно вернул Месси, и тот в касании в этот же ближний угол, как и Ракитич, полторы минуты назад. 17-й гол Лиан и Ле Месси, и 2-0 можно накрываться одеялом. Думаешь? А я думаю, Рай еще поборется. В принципе, по статистике, конечно, если вспоминать Бетис, вспоминать Севилью. Ну, ты знаешь, кстати, еще могут отыграться. За Барселоной тоже водится, в общем-то, не сказать, что она это часто практикует. Его соперниками будут Усейн Булл, из легкой атлетики Новак Джокович, теннисист. Неймар не попал в этот список, но и не попал здесь Неймар по воротам. Наверное, пока в этот список, поэтому и не попадает. Поступает сборная Новой Зеландии по ригби. Баскетбольная команда Golden State победитель. Последнего чемпионата NBA выиграет и в этом, наверное, возможно. Сборная Великобритании по теннису. Команда Мисси забил, действительно, на самом начале игры. Гол Леонеля Мисси стал шестидесятым для этой тройки в нынешнем сезоне. Суарес опасно! Рядом со Сангами весь проходит. Ну, а это уже не везение просто. Все здесь было сделано на высочайшем уровне. Отличная передача. И Суарес снова с острого угла наносил удар в дальний угол и чуть-чуть не попал. Вот здесь между тремя защитниками, ну, мимо троих, скажем так, прилетел мяч. И дальше Суарес. Сейчас оказался Ракитич. В одно касание ему умницы и несколько передачи сделал. Мисси. И вот так вот. И здесь еще крайний защитник. И Суарес, штанга, Мисси. Три ноль. Хороша ложка к обеду, да? Хороша штанга для Мисси. Потому что он в эти моменты чувствует. Ну, действительно, дубль. Дубль Леона Ле Мисси. Какая размашистая получилась атака. Крайний защитник делает прострел в штрафную, а там на месте центра форварда центральная защита. Что-то вы приуныли, Михаил. Не-не-нет, я слежу как раз за полетом, во-первых, твоей мысли. Мысли и мяча. А во-вторых, затем, затем, как атака проходила. Действительно, класс. Вот мы часто так иногда, может быть, в каком-то, в каких-то шорох стереотипов вылавливать передачи. Смотри, Барселона обороняется практически всем составом, за исключением нападающих. Подача, пас на Манушу! 3-1 возвращается в игру Райо Валикану. А какой пас, да, сланга был? Точно в голову Бебе и тот до логического завершения, собственно, до удара. Хорош пас, конечно, вот здесь. Бебе выигрывает верховую борьбу Серджи Робякову. И понятно, он на две головы выше. И сбрасывает на Манушу, который оказывается здесь абсолютно на пике. Показывает, что раз мимо меня мяч пролетел, значит, ничего не будет. Ничего не будет, там все в порядке. А там Серджи Роберто его Бебе, конечно, здорово продавил. А тут шансов по маскеранам опередить Манушу не было никаких. 3-1. Райо, наконец-то, с пятой попытки дома забивает Барселонию. Ну что ж, Лионель Месси или Михаил Поленов. Неймар. Не повезло. И не повезло в пенальти. А вот сейчас в пенальти будет реализован или нет? Теперь я давай выбираю, посмотрим, что там, какая карточка. Что, опять красный? Там мы сбили. Бускец и не дали ему пробить. Неймар перебросил мяч через кем-то угодил в перекладину. Дайте пробить маскерану. Он ни одного мяча за Барселону не забил. Пусть маскеран, наконец, забьет. Или Суарф. Или Неймар. Или Итура уже покидает поле две красные карточки. Ну, мы говорили про прямые красные карточки. Райо вышли, и они на первое место. Четыре уже раза прямой красной карточкой игрок Райо удалялся. То есть здесь, здесь, кстати, в офсайде кто? Рускец был в офсайде. И, кстати, именно на нем потом нарушил правила Итура. Но то, что фол был, здесь вообще вопросов никаких. Но Викатий Горидо, конечно, красавец. Две карточки показал, и обе прямые красные. Вот это класс. Да. Вот это Испай, вот это знай наш. Это 35 лет арбитров. Что, две минуты до конца, Суарес? Смотри, какой взгляд. Смотри, как он настроен, как он сконцентрирован. Все серьезно. Разбег, удар. Суарар и великолепно играет Куан Карлос наконец-то в этом матче. Это уже вызывает смех. Потому что это 17-й пенальти Барселоны в сезоне. И она реализовала всего 7. То есть меньше 50%. И опять Суарес не забивает. Он не забил в Хихоне. И здесь не забил в матче против Райо Валиканова. Куан Карлос великое искушение сказать, что он исправился. Да, за пропущенный гол. Но если бы это было при счете 0, Алис Видаль сейчас выйдет. Но Райан все равно будет идти вперед. Я не удивлюсь, если они сейчас будут еще высоко прессинговать. И пропускать контратаки. Месси! Хитрик! Месси! Да, да. 4-1. Ну, уже, наверное, не надо обижать правила. Дальше слишком сильно. Барселоми. Хитрик Лианелли Месси. Его 19-й гол. Валлиякану в двух матчах организовал в Грандоне. Да, да, ближе. С рядом что-то два. С на два. Ну, тяжелый. Тяжелый. Пегущий. Антонио Амайя, да. Как будто на коньках от него уехал. Месси еще потом хитро пропустил его вперед. Немножечко. Но тут все равно помешать не сумел. Здесь был бессиленный Хуан Карлос. Ну, Антонио Амайя, в общем, скоростным защитником никогда не был. Он сегодняшний матч не очень показательный. И то все пошло наперекосяк. Да, и довольно быстро. Символ. Символ Рави. Это... 5. Нет, все-таки 5. Это забивает Орда Туран. По-моему, первые ребята полезли чинить антенну. Да, ищут канал Матч-ТВ. Матье сделал голевую передачу. И от рук Хуана Карлоса мяч влетает в ворота. На чем я остановился, когда Туран решил забить свой первый мяч за Барселоном? А пути Барселоны к финалу Лиги Чемпионов, потому что Арсенал, наверное, уже не препятствие. А дальше будет видно. Дальше, конечно, будут другие матчи. Да, с Арсеналом Барса разобралась. Но дальше и у нее...